МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Минус 18 миллиардов долларов". Это всего за день. Самые богатые люди в мире обеднели вмиг. Кто виноват? Несмотря на то, что богачи в любом случае знают, что делать. В отличие от кубанцев, жители региона стали обкрадывать 8 раз чаще. Что и кто этому виной? В стоп-листе банки будут блокировать карты при подозрительных транзакциях. Карту могут заморозить на месяц. Насколько уместен здесь жесткий подход? Мир, проезд, скидка. Держатели карт НПС ждет приятный бонус от Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Доступность бензина. Сформирован рейтинг регионов. На какой позиции Краснодарский край? Обо всем подробнее в итоговом выпуске экономических новостей в студии Кристина Пьяных. Здравствуйте. Будто бы предсмертная микрофинансовая агония на Кубани, как и по всей стране, зашкаливает просрочка по микрозаймам. Показатель безнадежных кредитов приблизился к 30%. Об этом говорится в исследовании бюро Эквифакс. Объем портфеля составил 128 миллиардов рублей. Банк России уже несколько лет ведет работу по ограничению стоимости микрозаймов и выводу с рынка недобросовестных игроков. Выбранный курс дает результаты, МФО сокращают филиалы. Так ли это хорошо для рынка, как малюет регулятор? Людмила Галяева объяснила. Людмила Евгеньевна, как вы можете охарактеризовать ситуацию, которая сегодня развивается на микрофинансовом рынке? Правда ли, что скоро им конец? Нет. На самом деле, раз есть такое явление, как микрофинансовая организация, значит, оно нужно экономике. Просто на каком-то периоде, временном этапе развития нашей экономики, их появилось очень много. И, к сожалению, вот это поле быстрого кредита, который деньги-то зарплаты, маленькие деньги, вроде бы ненадолго, под очень-очень высокие процентные ставки, вот эту нишу заняло очень-очень много финансовых агентов. Не все были, скажем так, ориентированы на долгосрочную, серьезную, вдумчивую работу. Многие хотели быстренько заработать денег на чужой беде. Будем говорить так, да, потому что человеку денег действительно не хватает. И здесь просто сейчас идет очистка рынка от недобросовестных работников, от недобросовестных финансовых агентов. Это нормальное явление. Вспомните, ведь и на рынке банковских услуг когда-то было несколько тысяч банковских организаций. Сейчас около 400. Ну, совершенно все-таки другие масштабы. Долю честных МФО совершенно сложно посчитать. Там, наверное, процент 2, не больше. Но это лично мое впечатление, что касается микрофинансового рынка. 30% невозвратных долгов, безнадежных долгов. Это в пересчете 128 миллиардов рублей. Получаются микрофинансовые организации, которые сегодня уже поставлены в сложное положение. Ну, для них сложное положение. Они не могут выдавать займы по привычным условиям, под высокие процентные ставки. Получается, что они эти деньги потеряют, а никаким образом не вернут. Дело в том, что когда микрофинансовая организация выдает кредит, она считает риски. И получается, для себя приемлемый уровень риска закладывается в эту процентную ставку. То есть, если был выдан этот кредит, то микрофинансовая организация в какой-то степени считает его невозвратным. А риски, как и процентные ставки, микрофинансовая, бесконечные. Ну, вы же понимаете, чем легче доступ к деньгам, тем дороже они вам обойдутся. Поэтому нужно понимать, что если деньги дают вам без каких-то условий, без дополнительного предоставления документов, без должной оценки, то эти деньги будут очень дорогими. Поэтому нужно обязательно взвешивать все условия, которые вам предлагают на этом рынке. Как им вообще так долго удалось в таком случае продержаться на рынке, если настолько сильно развита сфера кредитных карт, банковских займов, потребительских займов наличными? Зачем идти в эти организации? К сожалению, уровень финансовой грамотности, финансовой культуры населения достаточно низкий. То есть, кажется, так просто зайти в какую-то контору, дать свой документ и взять деньги. А сейчас с развитием интернет-технологий еще проще. Вам достаточно просто зайти в интернет, забить номер карты, и деньги к вам придут. Очень легкий доступ. Но люди должны понимать, что за все это приходится платить. Обзор банковских новостей продолжит выпуск. Жители региона, как и страны, стали обкрадывать 8 раз чаще. Во столько раз в России увеличилось число дел с электронными платежами. Это динамика за полгода. Журналисты сравнили ее с аналогичным периодом прошлого года. Цифры предоставил главный информационно-аналитический центр МВД. Сейчас в производстве более 6600 преступных эпизодов. Число дел, переданных в суд, уменьшилось. Может, и кстати, банки будут блокировать карты при подозрительных транзакциях. Так, финансовые организации намерены бороться с мошенниками. Это предложение Ассоциации банков России. Счет будет оставаться закрытым, пока отправитель не подтвердит перевод. Дальше больше его заморозят на два дня. При обращении к правоохранителям срок возрастает до 30 дней. Сейчас, согласно существующему закону, транзакции можно останавливать в момент списания средств со счета. Кубанцы хранят в банках 780 миллиардов рублей. В среднем на каждого жителя приходится 138 тысяч рублей сбережений. Такие цифры публикует Южное главное управление Банка России. Динамика за год положительна. Прирост более чем на 5%. Депозит населения предпочитает открывать в отечественной валюте. Рублю отдает предпочтение 86% клиентов финансовых организаций. К слову, среди всех жителей ЮФО кубанцы оказались самыми бережливыми. На Краснодарский край приходится почти половина вкладов. Валютные вклады кубанцев, как и всех россиян, выросли почти на 10%. Это динамика за полгода. Ее зафиксировал Центральный банк. Сегодня общий объем сбережений в иностранных деньгах составляет 6 триллионов рублей. Рост в четыре раза больше, чем у рублевых депозитов. При этом в рублях на счетах финансовых организациях россияне хранят 23 триллиона рублей. Привлекательность валютных вкладов эксперты объясняют сближением ставок. Проценты одинаковы для всех депозитов. В крае вырос рекомендованный доход ипотечного заемщика. Сейчас, по мнению Национального бюро кредитных историй, с жилищным кредитом сможет справиться человек с доходом от 63 740 рублей. Показатель с марта прибавил 2,3%. По нему Кубань заняла 22 место среди регионов. Самый высокий в Москве – 152 тысячи рублей. В области 112 тысяч, в Санкт-Петербурге – около 92 тысяч. Наименьшее значение в Челябинской области. В регионе достаточно зарабатывать чуть более 53 тысяч рублей. В Алтайском крае чуть более 55. В Кемеровской области – 55 с половиной тысяч рублей. В Новороссийске обсудили реализацию нацпроектов в Черноморской экономической зоне и сочинской агломерации. Организатором сессии выступило Управление кадровой политики, Краевой администрации. Основная задача семинара – формирование единой управленческой команды. Она будет включать более 100 человек из представителей органов власти и бизнеса. Подробности Алексею Власову рассказала Екатерина Анпилова, начальник отдела Государственной гражданской муниципальной службы и кадрового резерва управления кадровой политики администрации Краснодарского края. Что это за форматы? Это, так понимаю, новые форматы? Так еще не собирались? Таких сессий не было? Чья идея и зачем все это делается? Инициативой губернатора было укрепить команды на местах в муниципальных образованиях, наладить взаимодействие между органами власти и бизнеса в целях эффективной реализации национальных проектов в муниципальных образованиях. Поэтому было поручение вице-губернатора Капайгородского управлению кадровой политики оказать содействие в организации методическом сопровождении муниципальным образованием по реализации этих мероприятий. Главы муниципальных образований поддержали инициативу губернатора, они сами захотели и решили, что обучение необходимо, обучить команду, как лучше выстраивать взаимодействие. Главы поддержали, управление кадровой политики стало организацией. Вы занимались организацией, пониманием того, кого приглашать в качестве спикеров, кто должен быть слушателем этих мероприятий. И Черноморская экономическая зона, Сочинская агломерация, это был пилотный такой проект. Да, это первая была сессия, но они просто быстрее подготовились. Муниципальное образование сами выбирают время и дату, когда им удобно. Просто так случилось, что они были первые и у них все прошло. А какие задачи стояли перед управлением? Управление кадровой политики методически сопровождало. Также мы по категориям участников рекомендации свои давали, потребность в обучении изучали. И приглашение рекомендовали, какие федеральные эксперты. Дайте подробнее. Каких федеральных экспертов вы рекомендовали и приглашали в данном случае на семинар в Черноморской экономической зоне? Задача была поставлена губернаторам, чтобы эти образовательные мероприятия проходили на высоком уровне. Чтобы проводили обучающие мероприятия федеральные эксперты уже с опытом аналогичной работы. Которые уже работали с командами губернаторов, с командами правительства Российской Федерации, с опытом международных каких-то команд. И такой компанией в данный момент была «Эврика» компания московская. Они уже довольно долго проводят такие мероприятия. И, собственно, спикеры уже предоставляли эту компанию. Это кто? Это политологи, экономисты, это кучи по специальностям? Да, это тренинги. Они уже тренеры с большим опытом. Все их программы уже отработаны. И эффективность этих программ уже доказана на результатах других субъектов. Конкурс профмастерства среди дизайнеров одежды стартовал на Кубани «Юг Фэшн Стайл-2019». Его организовали комиссия по легкой промышленности регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей и департамент промышленной политики. Состязание пройдет в два этапа. Пять номинаций, в их числе дизайнер одежды с символикой Краснодарского края. Этот конкурс позволит выявить талантливых специалистов, привлечь внимание к одежде кубанского производителя, а также популяризировать швейное дело. Для самих дизайнеров это отличный шанс проявить и зарекомендовать себя в активно развивающейся отрасли, наладить контакт с производителями одежды. Первый этап конкурса продлится по 9 сентября. Победители объявят на форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым». Он состоится 18-19 октября в Краснодаре. 214 миллионов рублей по гособлигациям выплатил Краснодарский край. Об этом говорится в материалах Минфина Кубани. Их изучили в РБК. Это был восьмой купонный период. Бумаги выпустили два года назад. Тогда регион разместил весь номинальный объем на 10 миллиардов рублей. Ставка займа 8,6% годовых. Добавлю, 5 июня край разместил еще один заем на бирже. Тогда также на 10 миллиардов. Еще в процессе сбора заявок спрос в 7 раз превысил предложение. Сейчас короткая пауза. Вот лишь некоторые темы второй части программы. Минус 18 миллиардов долларов. Это всего за день. Самые богатые люди в мире обеднели вмиг. Кто виноват? Несмотря на то, что богачи в любом случае знают, что делать. Мир, проезд, скидка. Держатели карт национальной платежной системы ждет приятный бонус от Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Доступность бензина. Сформирован рейтинг регионов. На какой позиции Краснодарский край. Это итоговый выпуск экономических новостей. Продолжаем. Мировая скидка. Тариф в общественном транспорте через неделю снизится на 15%. Только для тех, кто рассчитывается безналом, в акции участвуют бесконтактные карты национальной платежной системы любого банка. Она распространяется на Краснодар и Станицу Тбилисскую. И продлится до конца года. Это часть проекта «Безналичная Кубань». Его главная цель – повышение доступности финансовых услуг и увеличение доли безналичных платежей в регионе. Такой же эксперимент проходил в Краевом центре осенью прошлого года. В общественном транспорте Краснодара количество оплат банковскими картами в прошлом году выросло. Это говорит о социальной значимости и востребованности сервисов безналичной оплаты на транспорте. На сегодняшний день весь транспорт крупнейшего муниципального перевозчика краевой столицы – МУПКТТУ – оснащен автоматизированной системой оплаты проезда. Сейчас на руках у кубанцев свыше 9 миллионов банковских карт. Более полутора миллиона – национальные платежные системы. И предложение от авторов проекта «Безналичная Кубань» многим покажется явно выгодным. Ведь Краснодарский край занял 44 место. По доступности бензина рейтинг регионов по стоимости топлива составила РИА Новости. На Кубани, согласно исследованию, на среднюю зарплату можно купить 684 литра АИ-92. За основу взяли цену в 43 рубля 94 копейки. Такая была на конец июля. В числе лидеров списка территорий Крайнего Севера и обе российские столицы. В Ямало-Ненецком автономном округе, к примеру, можно купить 2080 литров бензина в месяц. В Москве – 1798. В среднем по стране показатель составил 926 литров. Меньше всего топлива могут позволить себе жители республик Северного Кавказа. По итогам первого полугодия в рейтинге Кубань была выше на две позиции на 42 месте. Будто бы, вопреки статистике поддороговизни, объем рынка легковых авто вырос на Кубани. К июлю он достиг 32 700 единиц, это почти на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Материалы публикует агентство «Автостат». По показателю регион занял пятое место в стране. Крупнейшим рынком России остается московский. Ситуация в России отличается от краевой. Там есть тенденция к снижению. Традиционно в большом деловом эфире. Знакомство с в будущем вполне возможно бизнес-элитой Краснодарского края, людьми занятыми в сфере малого и среднего предпринимательства. Лайфхаки, которые работают, историю успеха из первых уст. Скоро таких примеров будет более миллиона. Сектор МСП в регионе через 5 лет по прогнозам вырастет почти в половину. Сегодня на очереди рассказ Андрея Черкасского, руководителя кофейни. Как дошли до того, что вы решили открыть свое дело, заняться бизнесом? Как вы ушли? Как я ушел? От работы по найму, да. Как я ушел от работы по найму? Ну, работе по найму я уделил очень много времени своей жизни. Сколько? Я проработал 8 лет. От самого низа до верха шел. Но в итоге наверху я понял, что нужно сруливать. И потому что были амбиции, было много энергии, как и сейчас. Много амбиций, много энергии. И я решил, что я могу работать на себя и сам зарабатывать деньги собственноручно. Проработал я в одной известной сети нашего города. Занимался продажей спорттоваров, управлением магазинов и так далее. А ушел в строительный сегмент. Многие задавали вопрос, как так, и стройка, и спорттовар, вообще разные вещи. Ну, я говорю... Физические нагрузки там и там. Да, да. Говорю, как бы мозги работают, учиться можно всегда, и как бы это несложно. Вот. Занимался надежными потолками и по сей день занимаюсь уже в течение 6 лет. После того, как я решился все-таки открывать кофейню и исполнить свою мечту, вот, я открыл на данный момент две точки. Первая на красной 124, так где Альфа-банк, там маленький эспрессо-бар. И вторая точка, это полноценное кофейня, можно так сказать, кафе на Ставропольской, напротив Кубанского университета. А когда вы в строительный бизнес, так называемый, уходили, вы серьезно к нему относились? Потому что многие, ну вот к натяжным потолкам конкретно относятся, как к шабашке. Вот пойду там быстренько что-то сделаю и будет у меня денег. Очень серьезно, потому что ко всему, к чему отношусь, я всегда отношусь гиперсерьезно. И мне часто люди говорят о том, что Андрей, ты, короче, слишком серьезный в своем деле. Ну, получается, в стройке заработали на свои мечты? В стройке заработал на мечту открыть кафе, то место, где я могу проводить время, то место, куда могут приходить люди, радоваться, кушать, пить вкусный натуральный продукт. Потому что я по жизни человек сервиса. То есть моя основная ключевая задача – это сервис. Деньги для выкупа участков под новые социальные объекты в Краснодаре появятся в бюджете. Средства заложат в казне. Это поручение региональных властей. Его озвучили на заседании Общественного градостроительного совета. Проект нового генплана столицы Кубани подразумевает значительное увеличение числа школ, поликлиник и детских садов. Контрольные цифры к 2040 году озвучили на совещании. Пока свободной земли для строительства недостаточно. Новости потребсферы продолжат выпуск. Новая концепция ярмарок выходного дня разработана в Краснодаре. Ребрендинг коснется внешнего оформления, указателей, вывесок, табличек и баннеров. Также на палатку будут наносить QR-код. Он даст всю необходимую информацию о производителе. Пилотным проектом оформления стал объект на улице Буденова. Всего на Кубани проводят 77 ярмарок. Их изменения будут поэтапными. К концу года половину переоборудуют. Кроме того, организаторам советуют проводить праздники на торговых точках. И, видимо, по-новому ярмарка товаров кубанских производителей пройдет в Сочи. Она откроется 1 сентября. Об этом сообщает департамент потребительской сферы и регулирование рынка алкоголя Краснодарского края. Ведомство приглашает к участию производителей и руководителей малых форм хозяйствования глав КФХ. Событие пройдет на территории Северного мола морского порта-курорта. Место обеспечили комфортными условиями. 70 лицензий на реализацию алкоголя с начала года приостановили в регионе. Итоги в сфере регулирования рынка за полгода обсудили на совещании в краевой администрации. Из незаконного оборота изъято 11,5 тысяч литров алкоголя, из которых 64,5% составляет фальсифицированная продукция. Отмечу, что в результате активной деятельности фальсификат и контрафакт постепенно перемещается из объектов розничной торговли в неконтролируемый нами сектор. Продукция продается из багажников автомобилей из придомовых территорий. Районы должны занять активную позицию, пресекать подобные факты. В департаменте выработан механизм по приостановке и аннулированию лицензий. В этом году в стоп-лист попали вдвое больше розничных торговцев, чем в прошлом. Вот топ типичных нарушений. Истекший срок аренды, неоплаченные штрафы, несоблюдение требований ЕГАИС. Треть расходов кубанцев на еду приходится на мясо. В среднем за месяц среднестатистический россиянин тратит на продукты около 6 тысяч рублей. На втором месте молочная продукция – 1000 рублей, хлеб замыкает тройку около 900 рублей. Это данные агентства Ария Рейтинг. Эксперты утверждают, цены на мясо стабильны, более того, имеют тренд к снижению. На другие продукты – овощи, фрукты, рыбы – у населения уходят примерно 10% расходов. Многим приходится тратить на еду почти все. Численность безработных россиян предпенсионного возраста увеличилась. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. В органах службы занятости сейчас зарегистрированы 122,5 тысячи граждан, которым немного осталось до заслуженного отдыха. Это почти на 10 тысяч человек больше, чем в первом квартале. О том, как не пополнить ряды безработных, рассказал Николай Зародов, начальник управления занятости населения Министерства труда и социального развития Краснодарского края. Перед эфиром стал выяснять, но так до конца и не понял. Увеличилось количество безработных россиян предпенсионного возраста, потому что еще и считать стали по-другому. Какой возраст относится к предпенсионному? В связи с введением новой пенсионной реформы у нас граждане предпенсионного возраста до введения закона считались за два года до пенсии, сейчас пять лет до наступления пенсионного возраста. Это основной критерий увеличения количества. Тем не менее, мы тоже отмечаем незначительный рост. Прежде всего, правительство Российской Федерации поддержало, увеличив размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста. На сегодняшний момент те, кто в течение года уволился и в этом периоде полгода отработал, могут рассчитывать на пособие по безработице максимального размера 11 280 рублей. Если для всех безработных он составляет 8 тысяч рублей максимальный размер, то для граждан предпенсионного возраста он увеличен. Когда шли обсуждения пенсионной реформы, как раз так называемые граждане предпенсионного возраста, они считались такой группой в зоне риска. Вот эти риски, они оправдались или все-таки не так, как стращали нас? Ну вот, говоря о рынке труда нашего края, мы все время отмечаем, что у нас достаточное количество рабочих мест по сравнению с людьми, которые ищут работу. На сегодняшний момент это 58 тысяч заявленных вакансий нашими работодателями и порядка 20 тысяч граждан ищут работу. То есть соотношение к 1 человек может рассчитывать практически на 3 вакансии. Все-таки охотно ли берут на работу те, кому до пенсии 5 или меньше лет? Ну, если сравнивать с прошлым годом, даже динамика трех последних лет, она не изменилась. Фактически, если говорить о молодежи и о гражданах предпенсионного возраста, примерно третья часть тех и других трудоустраивается до момента признания их безработными 30% от общего количества обратившихся. Затраты на развлечения и СМИ спрогнозировали в стране. Объем мирового рынка в прошлом году достиг 2 триллионов 100 миллиардов долларов. На Россию пришелся 21 миллиард 700 миллионов долларов. Об этом сообщают РБК. Есть тенденция к росту. К 2023 году до 30 миллиардов. Крупнейший сегмент интернет-реклама. Он недавно подтеснил традиционного лидера отрасли – телевидение. Тем временем в мире выгоднее считается вкладывать в VR-технологии – это технологии виртуальной реальности – и в киберспорт. Деньги в эти сферы будут приходить очень большими темпами. Самые богатые люди в мире за день обеднели на 18 миллиардов долларов. Об этом сообщает Форб со ссылкой на рейтинг, отражающий данные в реальном времени. Это связано с падением американских фондовых рынков. Например, индекс Доу Джонса продемонстрировал максимальное снижение в этом году. Лидер списка Форбс Джефф Безос остался без 3,5 миллиардов долларов. Глава Фейсбук Марк Цукерберг потерял чуть меньше – 3,2 миллиарда долларов. А гендиректор Луи Виттон Бернард Арно – 3 миллиарда. Единственным из топ-10 богачей, на состояние которого акции никак не повлияли, оказался экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Такие деловые факты запомнили эту экономическую неделю. Всего доброго и до встречи на телеканале Кубань-24. Субтитры создавал DimaTorzok